Доброе утро! Искусственный символ Нового года имеет свои преимущества. Он может быть разных цветов, форм и размеров, и даже со светодиодами. Кроме того, держать такую елку выгодно. Покупаешь один раз и надолго. Деревцо удобно хранить, оно собирается и разбирается, при этом еще и легко устанавливается. Не нужно искать ведро, засыпать в него песок или заливать воду. Достаточно воткнуть все веточки в ствол и установить елочку на подставку. Конечно, есть один большой минус. У такой елки нет аромата хвои, а ведь именно он создает атмосферу праздника в доме. Не только елка создает новогоднее настроение, но также снежинки на оконных стеклах. Сегодня мы хотим предложить вам еще один способ изготовления новогодних снежинок из макарон. Мы пригласили в студию художника-керамиста Ирину Рачеву. Она расскажет, как можно из подручных средств быстро и оригинально сделать украшения для дома. Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте! Сегодня мы будем делать вот такие замечательные снежинки из макарон. И нам понадобятся для этого макароны, блески, ленточка и акриловая краска, ну и, конечно же, клей. Я вот взяла вот такие детские макарошки разных форм, звездочки, паровозики, медведи. Мы берем клей. И чтобы наша макаронинка, так скажем, не ослабла, поэтому используется секундный клей. Долго делать снежинку? Это зависит, конечно же, от размера снежинки. Чем она крупнее, тем интереснее и дольше ее раскрашивать. После того, когда мы ее склеим, что нужно сделать? Ее нужно будет раскрасить в белый цвет, акрил. На примере вот такой нашей маленькой будущей снежинки я покажу, как нужно раскрасить наши макароны, нашу будущую снежинку. Мы прокрашиваем сначала вверх, затем заходим непосредственно вовнутрь, чтобы у нас прокрасилось все. Далее макаем сухую кисточку в блески и затем наносим на наше покрашенное изделие. Поскольку оно еще не успело засохнуть, естественно, блесточки очень хорошо прилипают к нему. И уже в дальнейшем они не отпадут. А дальше что? Следующий этап у нас оформление. Это может быть разная. Ленточка какая-либо, может быть какие-то бусинки. Ирина, спасибо за мастер-класс. Теперь дорогие телезрители будут знать, чем украсить на Новый год свой дом. Зайдя в украшенный дом, в душе поселяется ощущение праздника. Создавать новогодний декор – приятное, главное, захватывающее занятие. Проводите время интересное и с пользой. Каждое утро на канале «Россия-1» встречайте Новый год вместе с Вести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова